Я рассказываю о том, как скрестить российский подход по оценке угроз, который представил OfStack в своей методике моделирования, с распространенным в мире подходом Meter Attack, который также описывает техники совершения тех или иных несанкционированных действий, применить на КСУТП. Большинство компаний, в том числе и российских компаний, лицензиатов, стеков и ФСБ, когда выпускают различные отчеты об атаках или о хакерских группах, которые атакуют промышленные предприятия, используют техники из американской матрицы Meter Attack, а угрозы моделировать надо в соответствии с российскими требованиями и российской условной матрицей от Stack. Вот для того, чтобы интегрировать одно с другим, собственно, я и делаю доклад, и я осуществил перевод Meter Attack на русский язык, и провел маппинг 400 техник Meter в 145 техник FSTEC. У Meter это почти 400 техник, у FSTEC это 145. Поэтому, очевидно, есть лакуны, которые у FSTEC существуют, которые Meter может закрыть, а FSTEC пока не может. Это и наоборот, собственно, у FSTEC есть ряд техник, которых там порядка, наверное, двух-трех десятков, которые отсутствуют у Meter. Но отчасти это связано с тем, что FSTEC прописал достаточно неочевидные техники, которые у Meter отсутствуют по вполне понятным причинам. Отчасти это там, может быть, не всегда понятная и неточная формулировка. Иногда несколько техник описаны, говорят об одном и том же, но описано разными словами, поэтому также у Meter этого нет. Но есть вещи, которые действительно FSTEC прописывал применительно как раз к промышленным системам, чего у Meter пока описано не в полной мере. Не совсем корректно для российского регулятора целиком использовать опыт и некий продукт, назовем его продуктом, от пусть и не коммерческой, но все-таки американской корпорации. Хотя Meter Атак это уже скорее продукт целого сообщества международного, но все-таки он инициирован американской корпорацией. И очевидно, что российский регулятор, который занимается информационной безопасностью, не может целиком перейти на американские практики. Поэтому FSTEC сделал первую попытку разработать аналогичный свой продукт. Ну и, я думаю, за то время, что есть у FSTEC, все-таки Meter Атак развивается с 2013 года, я думаю, FSTEC гораздо быстрее сделает продукт не хуже. И маппинг одного в другое просто поможет специалистам жить сразу в двух мирах, а не только в одном или в другом. У FSTEC тоже многие Атаки описаны вполне реальные, но просто они описаны своим языком, а самое главное, что этот язык пока еще не применяется никем, даже лицензиатами, которые по-прежнему ориентируются на международные практики. Ну а поскольку многие предприятия обязаны жить по правилам FSTEC, то кто-то должен был свести это все. Если FSTEC либо признает существующие маппинги, либо разработает на их основе, либо самостоятельно свой маппинг, понятное дело, что к нему будет больше доверия именно со стороны тех организаций, которые являются поднадзорными именно для FSTEC. Непростая тема с импортозамещением, особенно для промышленности, для которой на первое место выходит даже не безопасность, а бесперебойность функционирования процессов, а переход достаточно огульный и очень скоростной на пока еще не существующее железо и программное обеспечение, которое работает, может быть, не очень стабильно, особенно в таких критичных средах. На мой взгляд, это достаточно большая такая рулетка, которая может сыграть не так, как думают те, кто продвигают идею импортозамещения. И либо это приведет к тому, что произойдет какой-то инцидент с недоступностью того или иного критического сервиса, что может повлиять с собой либо экологическую катастрофу, либо человеческие жертвы и так далее, что заставит, собственно, инициаторов пересмотреть эти подходы и ввести какие-то промежуточные или сроки, которые позволят подготовиться к этому импортозамещению. Ну, либо это подхлестнет, возможно, хотя я в это не очень верю, российский рынок средств информационной безопасности сделать много продуктов, аналогичных по качеству, по функциональным свойствам и пользовательским и потребительским характеристикам, как продукты зарубежные. Но надо понимать, что российский рынок — это всего 1% от мирового, и сделать ровно так же, как на Западе, нам в короткие сроки, которые установлены законодательством, не удастся. Будем смотреть, как она будет реализовываться, и не даст кто-либо задний ход, когда поймут, что к 2023 году невозможно перевести даже 30-40% критической инфраструктуры на российские рельсы, не говоря уже про те 70, которые заявлены в нормативных актах. Многие считают, что сок для промышленных систем для СУТП должен быть отдельным от корпоративного сока. На мой взгляд, это неверно, учитывая, что большинство атак осуществляется именно в виде многоходовых операций, начинается с корпоративных систем, потом переходит в СУТП. СОК должен охватывать и первую, и вторую зону для того, чтобы оперативнее выявлять такого рода многоходовые операции и своевременно их блокировать. Если у меня отдельно СОК работает на корпорацию отдельно на СУТП, соответственно, у нас появятся какие-то лакуны, белые пятна, которые будут использованы злоумышленниками для проникновения. Вот поэтому здесь тоже есть такая некая сложность в смене парадигмы. Понятно, откуда она появилась, изолированные сети должны иметь изолированный СОК, но сегодня изолированных сетей уже не существует. Даже с воздушным зазором все равно можно СОК построить централизованно управляемый и как минимум передаваемые данные в СОК. Поэтому задача есть, ее надо просто решать, а не пытаться опираться на парадигму десятилетней давности. Продолжение следует... Продолжение следует...